К другим темам. Все больше на карте Волгоградской области поселения, где теперь будут пользоваться голубым топливом. Торжественная церемония пуска газа состоялась в хуторе Кузькин Киквидзинского района. С нынешней зимы у местных жителей нет необходимости запасаться углем и дровами. Максим Ахманцев о большой радости маленького села. Вместо угля и дров долгожданное голубое топливо. Следом за селами Александровка и Растригин Киквидзинского района газ в этом году пришел и в хутор Кузькин. Его появление значительно упростит нашу жизнь, считают местные жители. Дешевле, я не знаю, как дешевле он будет. Главное не топить ни дров, ни угля, ни угребать, ни зова, ни пылить, ничего. Хорошо, чисто, порядок. Это, конечно, большое дело, потому что люди давно здесь в этой деревне, это казачий хутор, они давно ждали здесь газ. Но благодаря району, области мы это дело сделали. Конечно, здесь будет появляться молодежь, здесь уже по программе, по сертификатам люди начинают, молодые семьи начинают строительство жилых домов. Так что я думаю, что развитие будет в этой деревне. С пуском газа у хутора начинается вторая жизнь, отметил губернатор Анатолий Бравко. Глава региона принял участие в церемонии зажжения газового факела. Единение всей России, собственно говоря, и начинается с таких небольших хуторов, как ваш. И жизнь ваша, я уверен, с этого дня станет теплее, комфортнее и, что немаловажно, будет дешевле. Тему голубого топлива губернатор продолжил и на встрече с жителями Киквидзинского района. Анатолий Бравко рассказал о планах Газпрома по газификации нашей области. В свою очередь, киквидзинцы задали вопросы главе региона. Как можно получить поддержку при развитии животноводческого хозяйства? Предусмотрена ли какая-либо помощь для молодых учителей, работающих на селе? К слову, подобные встречи губернатора с жителями отдаленных от больших городов населенных пунктов стали уже традиционными. Очень важно, чтобы мы, услышав вопросы, которые сегодня в зале были, ответили на них максимально и приехали сюда через какое-то время с тем, чтобы спросить у людей, как вопросы решаются, как настроение. Поэтому в любом случае общение с людьми очень важно для того, чтобы мы, чиновники, решали эти вопросы. Как заметил Анатолий Бравко, исполнение всех поручений, которые он дает на подобных встречах представителям местных властей, будут проконтролированы им лично. А такое живое общение с жителями области войдет в практику. Максим Акванцев, Александр Шишин, телекомпания Ахтуба из Киквидзинского района.